Всех приветствую! Начинаем распродажу остатки сладких. И сегодня у нас действительно с вами будет много вкуснятины. Самые разнообразные фактуры и самых разнообразных составов. И лето, и зима, и все как вы любите. Познакомимся с ассортиментом. Артикул Эко Компакт. Кашемир с эластаном. Мы можем вязать платьица, штанишки и не бояться, что у нас попа оттянется на платьице, потому что пряжу стабилизирует эластан. И не бояться, что вытянутся коленки. Качественная итальянская кашемировая пряжа с добавлением переработанного волокна. Очень красивые цвета. Надо брать! Такой пушистик, невероятно, так стильный, приятный и обнимательный. Это Фузи. Нежнейшая бэби альпакочка. 52% бэби альпака. Вот прям нежняшка-нежняшка. 13% мереноса. Все это на полиамиде. Полиамид специально добавлен, чтобы ваша вещь оставалась в стабильной форме, чтобы ее можно было легко стирать и она служила вам долго. Умопомрачительные цвета. Осенний зеленый. Махсмаровый цвет. Кэмл. Высочно-синий. Каштановый. Турецкая лазурь. Прям лично рекомендую. У меня в руках невесомое облачко. Это вспушенный меренос с кашемиром. Очень мягкий. Прям обнимательное облачко. Нечто волшебное. Полотно будет фактурное такое. Вот вспушенное слегка всколокоченное. Потому что смотрите, какая фактура у ниточки. Порадуйте себя. Манреа. Шелк с хлопком. Только один цвет. И хлопок, видимо, здесь тоже длинноволокнистый. Потому что ничего не торчит. Я бы вообще даже сказала тактильно, что это шелк. Цвет. Фактура. Тактильное ощущение. Невероятные. Эта двунитка, кстати, косить не будет. Надо брать. Кто у нас поклонник австралийского мереноса? Супер Джилонг. Что Джилонг это регион на юге Австралии. И именно там сложился самый классный климат для того, чтобы овцы давали самую тонкую мереносовую шерсть. Почему супер? Потому что тонина волокна меньше, чем 20 микрон. Мягонько. Хорошо. Пряжи меланжевые. Это значит, сделаны из волокон одного цвета, но в разных оттенках. Косить пряжица не будет, потому что она сложно скрученная. Для мягких, для обнимательных джемперов я очень люблю шнурки Air. Они толстенькие, их быстро вязать на спицах. Изделия легкие, воздушные, теплые. Но больше всего я люблю шнурки, внутри которых есть Бэйби Альпака. Хартикул Софт Бэйби. Полиамидный шнурок. Полиамид светлый, беленький, не крашеный такой. Внутри. Вот такие вот лаймового цвета. Волокна Бэйби Альпаки и мереноса. Это Альпака из Перу. Хозяин фабрики сам лично катается по разным странам. Выбирает волокна. Качество пряжи на высоком уровне. Изделие будет прям высочайший люкс. Сготовь сани летом, а пряжу для сарафана зимой. Сольном. Фантазийная пряжа. Дикая дичь, все как я люблю. Это ленточка, которая сделана в виде рельсов. И шпал. Льняная пряжа, да еще и фасонная. Это большая редкость. Бомба, пушка, салют, фейерверки, петарды. Все, все, что угодно. Блестящее, красивенное. Вы посмотрите, какая у меня в руке прелесть. Хлопок с пайетками. Удивительно мягкие. Прозрачные пайетки. Вот они, видите, как переливаются. Такую вкусняшку надо забирать. Вейл Спешл от фабрики Мелифиль. Мелифиль большие фантазеры. И они делают очень классную пряжу. Особенно у них хорошо получаются смесовки. Данная смесовка у нас из мериноса, кашемира, 30% вискозочки и чуть-чуть полиамида для стабильности. Очень приятная пряжа. Изделия, сами полотна, да, имеют тот самый кашемирный пушочек. Они очень пластичные за счет вискозы. Они драпируются. Они, естественно, теплые, мягкие. Цвета очень красивые. Это розовый. Темно-зеленый. Серый меланж. Пудровый. Смотрите, какой цвет нежный. Пудровяной зеленый. Да что ж такое-то? Я сегодня целый день с пряжей обнимаю. Уже всю хочу. И вот эту тоже хочу. Хочу. Драгоценная драгоценность. Кидмахер на шелке. Люксовый люкс. Кандинский. Мы тут всем складом падаем в обморок, потому что это очень мягкий, очень нежный кидмахер от фабрики Кофил. Кофил специализируется на фантазийной пряже. И да, вся вспушенная пряжа как раз-таки делается по такой технологии. Технология брашит относится к фантазийным. Волокно кидмахера очень мягкое. Кидмахер на полиамиде держит форму. Изделия не вытягиваются. Изделия стабильные. Давайте падать в обморок от цветов. Надобрать.